В соответствии с нашей договоренностью мы передаем вам в SkyWayness Group, передаем вам список наших инвесторов, которые здесь у нас идут в документальном формате. Новый год мы начинаем по-новому. Как и обещали, как и договорились, что после Нового года перемена. Каждый месяц мы будем передавать вам список новых инвесторов. Спасибо. Делайте свое слово. Да, благодарю. Здесь имеются все данные на инвесторов, которые мы делаем первый раз, первая передача. Они будут сегодня с ними вести. Да, здесь есть все данные на инвесторов. Да, благодарю. Спасибо. Мы все равно ставим целью сейчас увеличение, как я и говорил, в декабре месяце. В январе это не произошло, да? А мы говорили с вами, что нам в январе нужно сохранить объем, да, старт, и в январе месяце мы увеличили объем на 23%. То есть субженция есть увеличение. Мы сделали вот этот первый толчок. А сейчас мы будем разговаривать субженцию. Видите, как можно по-разному толкнуть, да? Да. Все толкнут одинаково по-разному. Нет, да, по-разному. Движение. Результат субженции. Да. Нужно, как вы говорите, мелочи все соединить в виде, тогда будет все красиво. Я люблю в кино ходить, люблю фантастику смотреть, фильмы-катастрофы. Просто интересно, как видят в Голливуде, в частности, что ждет цивилизации. И многие вещи, которые в фильмах обыгрывают, они вполне возможны. Но там чаще всего инопланетяне прилетают, там все отнимают, там мочат всех, да? Или там воины, или там метеорит упал, да? А вот как бы сценарий, а он более вероятный, когда индустрия, которую придумал человек, это дитё рождённых цивилизаций. Индустрию рождённых цивилизаций. Это не обыгрывается. И это напоминает мне один, как бы вот то, как ведёт себя цивилизация, один эксперимент. Это не я его проводил, я уманный для таких экспериментов человек, я не могу. То есть, представьте, вот две конфорки, горит газ, да, у плита. Стоит каструля с горячей водой, очень горячей, и стоит каструля с холодной водой. Беру две лягушки и бросаю от каструли. А как вы думаете, которая спасётся? Которая была от кипяток, она выпридёт. Она даже не успеет, она пуля вылетает. А та сидит, попала в комфортную воду. Что там, лезть куда-то? Сидит, значит, нормально. Потом что-то тут горячё. Она раз подвинулась, в более комфортное место. Там тоже горячё. Она вот сюда подвинулась. Там тоже горячё. Она вот так вот, пока потом ой, и своё. Цивилизация так сидит. И у меня есть программа, как, во-первых, изменить индустрию, то есть сделать жизнь на Земле другой, да? И вынести опасную часть индустрии в космос, в ближний космос. И это примерно тот шаг, на который пошли неодертальцы, когда жили в пещерах, и выделали шкуры, жарли мясо на углях, да? Это были первые технологии. И в 20 лет умирали от рака лёгких. Там было много. Закрытое помещение. Конечно. Но они в доме жгли костры. Сейчас нашим домом стала биосфера. У них нет перегородок. У них нет стен, да? И нет форточей, куда-то всё вылетит. Американцы уже сегодня сжигают больше кислорода на своей территории, чем вырабатывают зелёные растения на территории США. Они живут долго у нас. Тайга вырабатывает, да. Ну, планеты. Ну, в первую очередь, Россия. Вот Сибирь, сколько там кислорода, да? Это вот Бразилия, там, да, джунгли. Ну, только один факт. Вот это, да? И они догадались. Неодертальцы догадались. Надо вынести технологию за пределы дома. Так нам это надо догадаться сделать. Вынести технологию за пределы дома. И всё вот нормально. Да. То есть за пределы биосферы. А это ближний класс. Кстати, многих, сейчас мы с ЕВА поработаем активно. Чехи, Словакии, Венгрии. Их очень всегда интересует экономический вопрос. Ну, оно обычно локальное. Ведь я думал, почему я это вот как бы всё придумал? А то, что у нас вот цехи простуют. А то, что, понимаете, с детства не заставляют там зарабатывать, думать. А как, куда пойдёшь учиться? А сколько ты зарабатываешь? Как ты свой бизнес? А я не об этом думал. Мне было интересно. Огромная страна, огромная меж. И вот это и порождало такие решения. А у американцев это решение не появилось. У немцев нет. У них локальная всё равно экология. А если даже глобально, то, извините, они как бы... Я не верю тому, что говорят те экологи, которые получают многое искусство. Они причины не верят настоящей. Настоящая причина возможна. Почему это целло? Это маленькая часть того, что происходит. И решив эту проблему, не будет решена другая проблема. Понимаете? Вот вместо почвы будут терриконы. А вместо кислорода в атмосфере будет не СО2, а азот или что-то ещё. Или кислота. Понимаете? Потому что для индустрии это не нужно. Кислород, почва, да? То есть там другое нужно. И вот эти процессы идут, они неизбежны. И при этом космос нужен не только потому, чтобы очистить Землю. Космос даёт колоссальные технологические возможности для индустрии, для производства. Там есть несколько ресурсов, которых нет на Земле. Один из них – невесомость. На Земле нет невесомости, кроме кратких мгновений, когда самолёт по полёной тракторе летит. И там секунд двадцать-тридцать, самолёт, невесомости пылает. А месяцами, годами невесомость нельзя создать, да? Так если невесомости будем плавить сталь, она может быть как пенопласт, а прочнее сталь. И будет коррозитно-стойкой. Потому что невесомость даёт новые возможности для получения уникальных материалов, уникальных конструкций, да? Уникальных лекарств, в конце концов, но ничего другого. Это один ресурс, которого нет на Земле. И второй ресурс, которого тоже на Земле нет – вакуум. И когда там металлурги плавят в стале, там, как не знаю, кочергой там пробивает этот дом и начинают сталь литься. И искры летят, все радуются, там дым идёт. Она окисляется, она горит, она ухудшает своего качества. Нельзя сталь выплавлять в атмосфере, а там вакуум. И там будет абсолютно чистая слава, абсолютно чистая металла. Они будут другими, более дешёвыми. Там бесконечные пространственные ресурсы. Триллионы километров в другую сторону пространства бесконечные. Минеральные ресурсы бесконечные. Астероиды, планеты, Луна, атомы же, да? Энергетические ресурсы бесконечные. Солнце ещё будет светить минимум 5 миллиардов рублей. И нет облаков, которые его закрывают. Да. И не надо такомаки делать и тратить на это 15 миллиардов долларов. Природный такомак, вон он работает, Солнце, причём надёжно работает. Ни разу не взорвался. Ещё 5 миллиардов отработать, не взорвался. Понимаете? А что такое 1000 км на километр взять отражатель? Это плёнка просто. Направить на Солнце, а в фокусе поставить парогенератор замкнутого цикла. Вот те электростанции мощностью миллион киловатт. Которые будут вырабатывать энергию миллиард лет. Простейшие. Простейшие, дешёвые. Плёнка, сколько на столько. А там замкнутый цикл парогенератор, и он крутит генератор. А энергия от Солнца будет. Тоже через нагреве и тогда. Но не топливо мы жгём, не термоядерно-топливо жгём. Понимаете? Не ядерное топливо, не химическое. Естественно. Да. Так вот, пожалуйста, энергетические ресурсы бесконечные. И вот это всё можно, ведь основное потребление энергии материалов не человек, а индустрия. В индустрии же потребляют все материалы. В основном индустрия всю энергию потребляют. Так там индустрия, пусть она потребляет нам. А мы будем получать готовую продукцию. Нам не надо, мне нужна на земле руда, мне нужен гвоздь там, ножницы, что там, весорубка. Конечно, правда, конечно. Химия, там совсем другая химия нужна. Так вот, для этого нужен нам космос. Потому что нас уже 7 миллиардов человек. И всё больше и больше территории на планете и места в биосфере у человека отвоевывает индустрия. Придуманная человеком. И человек убьёт и себя, и всё живое. Ну и можно даже сказать, что три основные задачи есть. Первая задача – это обеспечить необходимый поток инвестиций для экотехнопарка. Чтобы всё-таки сертифицировать транспорт. Второй этап можно такой большой назвать – это реализация как самой странной технологии по всему миру. Так и, кстати, про линейные города буквально будут рассказывать в прошлый раз, мы с вами встречались, про дома, что они уникальны в своём роде, по сути. Или там тоже используются инвестиционные технологии? Да, но это высотные дома, у меня есть патенты. Когда высотный дом, ну, небоскроп строится сверху вниз, а не снизу. Опять, для традиционщиков нужно взорвать мозг. Это микро-взрывы. Нет, там, на самом деле, ничего сложного нет. То есть, это делается достаточно просто, у меня есть патенты. То есть, у любого высота здания есть ядро жёсткости. Там где-то лифты, да? То есть, та часть, которая несёт нагрузку. Вот мы ядро жёсткости строим с помощью опалки. Просто ядро. И высотой 100, 200, 300 метров. Потом делаем технический этаж и спускаем трубы, которые станут будущими колоннами. Сверху вниз спускаем трубы. До фундамента доводим, потом немножко напрягаем, потом пропускаем арматуру провокуса, по прошлому счёту, эти колонны. Это будущей колонны, ещё нет. А потом внизу поднимем бетон. И строим самую колонну высотой 200 метров. При этом, как сейчас строят? Три метра, четыре метра. Опалубка. Опалубка. Арматура. Да. Плита, которая ещё не схватилась полностью, да? Короче, построила, немножко схватилась, начинает разбирать, чтобы на эту свежевыложенную бетон положить новую плиту, снова поставить опалубку, снова колоть и соединить арматуру вот так. Она не может быть непрерывной. При этом арматура не может быть преднапряжённой. А здесь у нас арматура непрерывная, нет стыков. Это очень важно. То есть цельная? Цельная. При этом она преднапряжённая, значит она лучше будет работать. И колонна будет не вот такая, чтобы тоже на узкую внести, а вот такая колонна. И когда мы строим вот снизу вверх, то у бетона тоже будет стык. Да. И он не может быть равнопрочным. Это слабое место. А у нас непрерывно забетонируем, нет стыков вообще бетона. А потом делаем одну плиту, опалубку наверху размещаем, а потом с помощью канатов, с помощью полиспастов опускаем опалубку, допустим, в 100 этаж здания, на 99 этаж. Опустили, зафиксировали, разложили арматуру, заняли бетоном. Немножко схватился, опустили на этаж, зафиксировали, разложили. И одной опалубка. Одной. Идеально ровно. Ведь, я помню, в Москве там квартиру хотел купить монолитную. И как зашел, у меня страшно стало. Все кривое. Все вот так вот. Пол кривой, потолки кривые, стены кривые. И полудырка. Я говорю, а для дырка ничего? Ну, канализацию, провода туда положите. Да. Вот такой дом, да. А там у нас другой дом. С гладким, абсолютно ровным потолком. Потому что опалубка идеальная. Да. И доходим до низу. А потом возводим стеклянные стены с лапаного стекла. Которого по теплопроводности, вот полтора сантиметра, заменяется кирпичную стену по теплоизоляции. Точнее, полтора сантиметра. И дом готов. Он может 20-30-40 дешевле. И в итоге мы получаем надежный, экологичный. Мы можем положить на бок, он не сломается. Это очень прочно. Вот какая-то жертва. Поэтому землекрестение у меня не страшно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.